Курение причиняет вред здоровью, истинно набившая оскомину. Но сторонники этой пагубной привычки придумывают каждый раз новое оправдание для употребления табака в каком бы то ни было виде. Сегодня в молодежной среде очень популярны кальянные клубы. В Чебоксарах их более 70. Как они работают, посмотрела специальная комиссия. В этом заведении, несмотря на то, что понедельник, посетителей достаточно. Кальяны практически на каждом столе. На просьбу комиссии взять у гостей пробу курительной смеси все отвечают отказом. Начальник столичного управления по развитию потребительского рынка делает контрольную закупку. А в чеке про кальян ни слова. Просто организации пишется набор. Они не пишутся кальян, например, или чем-то. Они пишут набор. Это тоже, наверное, я думаю, введение заблуждения покупателя. Этот набор может отличаться с истоком? Да, конечно, набор. Мы не знаем, что такое тут. Курительную смесь отправили на экспертизу в Роспотребнадзор. Если специалисты обнаружат там содержание никотина, то владельцев оштрафуют на 80 тысяч рублей. После наших обследований, да, или после наших контрольных закупок информация в адрес Роспотребнадзора. Для того, чтобы они проверяли и вентиляционную систему, и уголки потребителя, и сопроводительные документы. Почему? Потому что сейчас на данном обследовании у нас для меня, как простому обывателю, не было предоставлено сопроводительные документы для, значит, курительных смесей. В федеральном законе номер 15, черным по белому, написано, курение кальяна с табаком внутри любых предприятий общественного питания и просто в общественных местах запрещено. Более того, в августе текущего года глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление, которое запрещает курить в общественных местах города даже без табачный кальян. Если кальянные услуги предоставляются вместе с услугами общественного питания, это законом запрещено. А дальше, как в рекламе, Минздрав предупреждает. Если кто-то считает, что курить сигареты вредно, а кальян ничего страшного, тот сильно ошибается. В помещении, где курит кальян, сильная концентрация углекислого газа. Особенность в том, что когда люди используют кальян, идет этот дым не в верхние отделы легких, а в глубинные структуры. Еще какой момент хочу сказать, что кальян с алкоголем – это несовместимые понятия. То есть здесь проблемы возникают достаточно серьезные со здоровьем. Эти рейды показывают, что штуки не меняются. То есть, как правило, этот аппарат обслуживает 5, 6, 7, иногда и более молодых людей. То есть, со слюной передается все. Гепатит – пожалуйста, герпес – пожалуйста. Я уже не говорю о туберкулезе и всех других инфекциях. Какие законы не принимай, пока есть спрос среди населения. Предложения ждать себя не заставят, считают скептики. Но это не так. Закон всегда можно ужесточить, особенно если он должен действовать в интересах молодого поколения. Татьяна Трофимова, Рына Гавилян, Республика.